Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами поговорим о такой вот политической тематике. А почему автор канала Old Dutchman так негативно относится к альтернативе для Германии? Я изначально говорил в некоторых выпусках, но мимо ушей приверженцев и, скажем так, поклонников этой партии это прошло. И они, наверное, не слышали, что я говорил о том, что я к каким партиям-популистам отношусь вообще негативно. Ну, ладно, давайте немножечко истории. Вернемся лет так на 20 с лишним назад. В партии свободных демократов Германии, ФДП, был такой политик Мюллеман. Ну, те, кто живут здесь с 90-х годов, кто приехал буквально в 90-е, в начале 2000-х и интересовался немецкой политикой, прекрасно понимают о ком и о чем я говорю. Так вот, этот политик очень сильно и рьяно выступал со своими высказаниями против, в первую очередь, русскоязычных немцев. Это раз. Во-вторых, его жутко бесило то, что Германия проводит программу восстановления еврейского населения в стране. То есть, он выступал против еврейской эмиграции из стран бывшего союза. Он так и говорил, что нужно прекратить это бесчинство, нужно всех их вернуть обратно, если они евреи, пусть едут в свой Израиль. Потому что Израиль, как он тогда сказал, это государство-террорист. Естественно, именно вот эти слова этого политика Мюллемана вызвали сумасшедший фурор в немецкой политике. Даже нашлись некоторые генералы Бундесвера, которые открыто заявили в радиоинтервью и в газетах, что на сегодняшний день, это было 20 с лишним лет назад, на сегодняшний день нужно иметь смелость, чтобы сказать правду в глаза. Я преклоняюсь перед таким политиком, как вы. Что случилось с этим генералом? Его лишили всех почестей, его выгнали со службы, лишив даже пенсии. Вот так. Почему этот политик Мюллеман вдруг так внезапно, в начале 2000-х годов заявил о себе? Потому что партия свободных демократов, это ФДП, она всегда притулялась каким-то альянсом, чтобы хоть как-то попасть в Бундестаг, чтобы хоть как-то там задержаться. У них всегда было очень малое, низкое процентное соотношение голосов от избирателей, чем у других партий. И они всегда старались сунуться, допустим, или к СПД в альянс, или к ЦДУ, ЦСУ в альянс, но лишь бы остаться в Бундестаге. И вот когда они в начале 2000-х годов вновь вошли в Бундестаг, причем некоторым количеством, этот политик Мюллеман заявил о себе как о решающем голосе разума. Началась травля со стороны политики, со стороны правительства на этого Мюллемана. Он упирался на то, что евреи не имеют права жить в Германии, Израиль плохой и так далее, и так далее. В общем, он был еще тем антисемитом, он еще был тем коричневым, причем очень хорошо коричневым. Около его дома собирались люди на демонстрации, требовали, чтобы он ушел из политики, гнобили его чисто так вот морально. Но он любил парашютный спорт. И в какой-то момент он сорвался и выпрыгнул из самолета с парашютом, но парашют не раскрылся. Я ничего не буду говорить и никаких догадок высказывать. Все. Политика Мюллемана среди нас больше нет. Функционеры от ФДП выступали, что это тяжелая утрата для немецкой политики и так далее. Их заткнули за пояс, им заткнули рот этим политикам, потому что они сами не понимали, что несли. Но нужно было что-то сказать по некрологу или что-то пару слов, как говорится, о мертвых или хорошо или ничего. Но это политика, поэтому я вам говорю то, что было раньше. Так вот, потом у нас появилась, потом уже, где-то в 2010-м кажется, появилась партия АФД, альтернатива для Германии. Главой этой партии была госпожа Фрауке Петри. Она действительно была ультраправая, но никто из вас, наблюдающих за политикой и сегодня кричащих, что партия АФД это единственная партия в стране, которая действительно заботится и думает о народе. Никто из вас не может мне сказать, по каким причинам Фрауке Петри ушла из политики. Вот так вот взяла и ушла. Ведь она была у основы партии, она была главой этой партии, она высказывала довольно-таки резкие противоположные мнения против сегодняшней политики в Германии, против правительства. Многие политики ее очень сильно недолюбливали. Не хотите ли вы сказать, что именно поэтому она ушла? Нет, нет, нет. Она не была нацистом. Она ушла только потому, что увидела, как в ее партию, заметьте, идут нацисты, неонацисты из НПД, из Дольче Фолькс Юнион, из других вот таких вот отморозковых соединений и наполняют партию неонацизмом. Она поняла, что это остановить невозможно и она ушла из этой партии, она ушла из политики вообще. И вот появилась Элис Вайдель. Кто-то мне говорит, что ты несешь, не Элис, а Алиса. Алиса, это она будет у вас в России. А здесь она Элис, потому что это имя читается как Элис, а не Алиса или Алице. Запомните это, грамотеем. Пришла Элис Вайдель, с ней пришел мистер Гауланд, юрист по образованию. И они начали продвигать на мягкой основе свои, скажем так, популистские идеи. Естественно, политики возмущаются против этой партии. Эта партия, чтобы хоть как-то существовать, вынуждена была из своих рядов исключить действительно неонацистов. Многих неонацистов. Даже тот вот этот политик Кра, который гавкал с трибуны нацистские лозунги, его сняли с разных постов и сейчас он ни шатка ни валка находится в подвешенном состоянии. Сама партия сняла его с этих постов, потому что они боятся того, что они потеряют кормушку. Им не важно быть у власти, им главное иметь доход от кормушки с деньгами. Вот что у них главное. Они будут говорить, многие комментаторы мне пишут, вот это партия для народа, потому что они говорят именно то, что лежит на сердце народа. Они и будут это вам говорить. Но это не значит, что когда они вдруг придут к власти, они выполнят все свои обещания. Неужели вы такие до сих пор наивные? Кому по 50, 60, а кому по 70 лет. Неужели вы до сих пор считаете, что они, политики, будут делать то, что говорят на предвыборной кампании? Вы что ж, до сих пор в сказки верите? Вы знаете, вот чисто случайно, но вот с течения обстоятельств, в магазине Кауфланд ко мне подошел один здоровый мужик, лет 65, он на голову выше меня. У меня метр восемьдесят пять роста. Этот человек на голову выше меня и у него, соответственно, огромное пивное пузо. Здоровый такой мужик. Видно, ну, как говорится, от голода он не помрет, пожрать любит. Подошел ко мне, ты что ли? По-русски. Я говорю, в каком смысле? Ну, ты на ютубе сидишь? Я говорю, так на ютубе многие сидят? Нет, нет, ну ты понял, это ты что ли? Как там, датчанин? А, улдачма. Да, да, да. Так, что ты там про мою партию говорил? И напирает на меня своим жирным пузом. По-другому не могу сказать. Подошел, так и меня начинает подталкивать. Я говорю, слышишь ты, ты вообще отойди отсюда, блин, потому что я вот эту пачку молока, которая у меня сейчас в телеге лежит, ну, я тебе на голове разобью. Я работал главным инженером на автобазе в Караганде. И таких, как ты, я пачками щелкал. Я говорю, слышь, мужик, ты работал в Караганде с главным инженером, а здесь ты кто? Здесь ты сидишь на социале, рот говорит, блядь, закрой свой, блядь. Если ты до хрена, блядь, не понимаешь, то лучше и не выступай. Что тебе я лично сделал, блядь, тем, что я высказываю свое мнение по политике Германии? Мы все голосовали и будем голосовать за партию АФД. И таких, как ты, мы из страны выдворим. Ну, что я мог сказать этому человеку? Ручка, говорю, мужик, желаю тебе в первую очередь успеха. Тебе и твоей старухе. Это раз. А во-вторых, когда попытаетесь выгонять таких, как я, хотя бы сбросьте килограмм тридцать своего жирного веса. А то ведь, блядь, недобежительные. Ты, говорю, стометровку, когда последний раз пробегал? Он стоит, смотрит на меня, как дурак. Не понимает, что я говорю. Говорю, мужик, пойми, говорю, ты со своими тупыми узкополитическими взглядами, здесь в Германии, вот именно ты, сидящий на социале, здесь в Германии нахрен никому не нужен. И не тебе решать, кого выгонять, а кого не выгонять. Говорю, та партия, которая придет к власти, если вы ее изберете, и она наберет 60% голосов и займет большинство мест в Бундестаге, в первую очередь, говорю, займется именно такими, как ты, сидящими на социале, а не работающими. В первую очередь, вы, говорю, русскоязычные немцы, я говорю, как вы себя называете, вылетите в трубу, в нулевую партию, как говорили в армии, после приказа, когда начинается демобилизация, были первая, вторая, третья, а была еще нулевая партия, которая шла сразу после приказа, дембеля уходили. Вы вылетите, говорю, в первую очередь в нулевую партию, потому что вы, говорю, сидите здесь, говорю, жарете, бля, социал, и ни хера не делаете, кроме того, как трепать языком на лавочках. Вы поэтому, говорю, на твоем месте, говорю, я бы, бля, помалкивал, бля, кого избирать. Он посмотрел на меня, что-то там попытался, бля, промямлить, промямлить, я ему говорю, ты, честно говорю, вали, вали просто, мужик, вали. Ты, говорю, даже не соображаешь, бля, против кого ты лезешь бы. Меня, когда клинит, почему-то, когда меня клинит, я начинаю, блин, хвастаться тем, что я могу дать в морду. Да, я до сих пор могу дать в морду. Я до сих пор могу дать в морду, потому что я провожу тренировки по карате, по рукопашному бою три раза в неделю, по вечерам, до сих пор, ну уже, правда, в другом спортклубе. Я провожу тренировки, я сам занимаюсь ежедневно силовой подготовкой, базовой подготовкой каратэ. И когда какое-то животное, извините, по-другому это назвать невозможно, какое-то животное с обрюхшим пивным пузом подходит ко мне на улице или в магазине и пытается мне угрожать. Но вы знаете, это смешно, это действительно смешно. Тем более, когда его не устраивает мое мнение, моя точка зрения. Да ради бога. Я же не требую от тебя, чтобы ты принял мою точку зрения. Я говорю тебе свое, ты мне говоришь свое. Вот и все. На этом и строится наша дискуссия, на этом и строится обычный спор, в котором, как говорится, рождается истина. Но требовать, чтобы я принял твою точку зрения, чтобы я согласился с твоим мнением, это уже, извините, верх бескультурья. А тем более для главного инженера автобазы в Караганде, который в 90-е годы там работал. В 90-е годы он работал главным инженером какой-то там автобазы. Это да, это большой плевок на его трудовую карьеру. Хотя какая трудовая карьера? Вот этот вот мужик, о котором я сейчас говорю, он живет вот в нашем районе. Кстати, блин, он да, живет в нашем районе. Я его тут иногда вижу. Он уже лет, по-моему, 20 как нигде не работает. Вот просто, ну не работает. Ну не лежит у него душа к рабочим делам. Ну вот, что вы хотите, чтобы какой-то инженер автобазы, да тут пошел работать, ты тем же самым холостмастером? Нет. Он лучше будет голосовать за партию ФД, потому что партия ФД это самое то. Ну что ж, голосуйте. Голосуйте. У каждого свое мнение, у каждого свои пристрастия, у каждого свои взгляды в политике и вообще в жизни. Я высказываю свою точку зрения, вы высказываете свое мнение, но, пожалуйста, без оскорблений. Потому что, как одна дама мне написала, мол, типа, у вас нет никакого понятия об этикете блогерства. Я уже в последнем видео задал вопрос. Ребята, объясните мне, что такое этикет блогерства? Я лично в этом вообще ноль. Не понимаю. И к таким людям, как та дама или какой-то мужик, который подошел ко мне и попытался поиграть своим пивным животом на фоне меня и пригрозить мне, типа, как раньше говорят, да я тебе массой задавлю. Ну задави, блин, я отойду в сторону, шмякнешься, не будешь лежать. Как говорится, большой шкаф громко палит. Такие люди, я не понимаю, чего они добиваются. Они считают, что они умнее и интеллектуальнее тебя. Да ради бога, пусть считают. Я не говорю, что я самый умный, да? Я не говорю, что я самый крутой. Но за себя я постоять могу в любой ситуации. Поэтому я и не боюсь ходить по улице. Не только днем, но и вечером. Вот такие у меня были на сегодня дела. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свои адекватные комментарии. Естественно, вести себя соответствующе этикету комментаторства. Вот такое выражение придумаем. Ну и не болейте. Всем удачи. Пока.